Пророк Иисус Вернется Пророк Иса, библейской традиции Иисус, мера ему, избранный посланник Аллаха, призванный указать людям путь истинной веры, так же, как и все пророки. Жизнь этого благословенного посланника была исполнена множеством чудесных знаменей, коими Аллах наделил его с самого первого мига рождения и до вознесения ко Всевышнему Господу. Пророк Иса, по воле Аллаха, обладал даром исцеления немощных, воскрешения умерших, но есть еще одно чудо, увидеть которое с трепетом и волнением готовится, всеистинно верующий Пророк Иса вновь вернется на землю. Он сплотит всех искренне верующих людей в идейной борьбе против засилия безбожия. Он принесет людям мир и покой, благоденствие и процветание. Настанет новая эра, эра милосердия и добра. Мать пророка Праведная Марьям Праведная Марьям в библейской традиции Мария происходила из благородного и избранного Аллахом рода пророка Ибрахима в библейской традиции Авраама. Супруга Праведного Али Имрана, происходившего из этого рода, узнав о том, что она понесла в очреве ребенка, обратилась с мольбой ко Всевышнему и просила Аллаха принять ее будущее дитя в служение ему. Коран сообщает нам слова ее молитвы. Господи, воистину я дала обет пожертвовать Тебе дитя, которое в утробе моей, освобожденным от всяких иных забот, кроме служения Тебе. Так прими же от меня, ибо воистину Ты слышащий, знающий. Новорожденная была наречена именем Марьям. Имя Марьям означает «неустанно поклоняющаяся и служащая Богу». Праведная Марьям, как и все члены ее семьи, была искренне верующей и всем сердцем преданной служению Всевышнего Господу. Праведная Марьям упоминается в Коране, как пример истинной добродетели и высокой нравственности, как образ истинной мусульманки. Аллах избрал праведную Марьям для благословенной миссии. Она была избраннейшей из женщин, носившей в чреве и родившей на свет пророка Ису. В Коране Аллах сообщает нам, что праведная Марьям, достигнув определенного возраста, покинула родительский дом и удалилась на восток, в пустынный и уединенный край. Аллах послал к ней своего ангела Джабраиля, в библейской традиции Гавриил, который сообщил праведным Марьям великую весть от Аллаха. Он, Джабраиль, сказал, «Я лишь посланник от твоего Господа, чтобы даровать тебе весть о младенце чистейшем». Она сказала, «Как может у меня родиться мальчик, коли меня не касался ни один человек, и я нераспутная и небесстыдная женщина». Джабраиль ответил ей, что Всевышний мощен сотворить все, что пожелает. Ему достаточно лишь повелеть совершиться чему-либо, и оно тотчас же свершается. Так праведный Марьям, как чудесное знамение от Господа, понесла в очреве ребенка, хотя ни один человек не коснулся ее. «Твой Господь изрек, — это легко для меня, этот ребенок родиться, чтобы быть знамением и милостью людям от нас. Это уже решено». Так Марьям завеременела им Исой и удалилась с ним в безлюдное место. Согласно сведениям исторических летописей, пророк Иса родился в 7 или 6 году до н.э. в Палестине, в городе Вифлеем. После рождения пророка праведная Марьям вернулась к людям из пустынной обители, где она уединенно жила последнее время, неся на руках младенца. Увидев ее с младенцем на руках, некоторые из иудеев обвинили ее в грехе и распутстве, оскорбляя и позорив ее благословенный род. Но праведная Марьям не поддалась унынию и обратилась с мольбой к Господу, уповая на его милость и помощь. Аллах укрепил праведную Марьям и новорожденного пророка Ису многими чудесными знамениями. Пророк Иса, по воле Аллаха, стал говорить с людьми, еще будучи младенцем в колыбели, что вызвало величайшее удивление людей. Она показала на младенца, и они спросили, как мы можем разговаривать с детем в колыбели. Иса ответил, воистину я раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком. И где бы я ни был, Он сделал меня благословенным для людей, завещал мне в обязанность совершение молитвы и давать милостыню, пока я буду жив. Повелел с почтением относиться к матери моей, и Он не создал меня не внемлющим Господу своему, лишенным Его благословения. И прибудет мир надо мной, и в день, когда я родился, и в день, когда я умру, и в день, когда буду воскрешен. Положение в Палестине накануне рождения пророка Исы В период рождения пророка Исы Иудея находилась под властью Римской империи. Иудейская вера переживала тяжелые времена. Появилось бесчисленное количество религиозных и политических течений, каждая насвоила оттолковавшие божественные законы и законы. Люди стали следовать искаженным обычаям и верованиям, которые все более отдаляли их от истинной веры, неспосланной Всевышним Господом пророку Мусе Моисею. С другой стороны, стала все более распространяться и пропагандироваться языческая или мистическая культура. Некоторые иудейские общины, находящиеся под влиянием этой языческой культуры, стали отдаляться от веры в единого Господа. Иными словами, народ иудеев в период неспослания пророка Исы находился в глубоком политическом, экономическом и социальном кризисе. С одной стороны, давлело и угнетало римское языческое управление, с другой стороны, внутри самой иудейской общины все более проявлялись серьезные религиозные конфликты и разногласия. Иудеи, жившие в обстановке смуты и отсутствия единства, молили Господа о Спасителе. Аллах, в ответ на молитвы верующих, неспослал избранному посланнику своему, пророку Исе, новое Писание, которое указывало людям истинный путь и наставляло их к вере, это священное Писание было Евангелие. Пророк Иса призывал свой народ уверовать в единого Господа, нес им благую весть о близости Царствия Божьем, боролся с невежеством, ереси, язычеством, призывая людей отойти от грехов и злобы. Он увещевал их, разъясняя, что эта мирская жизнь есть лишь место испытания, тогда как будущая жизнь есть истинная, вечная обитель. Пророк Иса по воле Аллаха являл людям многие чудесные знамения, укреплял немощных, исцелял больных и прокаженных, возвращал зрение незрячим от рождения, воскрешал умерших. Чудеса, явленные людям пророком Ису и по воле Аллаха, многих людей обратили к истинной вере. Высшая нравственная чистота и совершенство веры пророка Исы стали примером для всех людей по соизвелению Господа. Он являл им многие чудеса и рассказывал им, что все эти чудеса свершаются по воле Всевышнего Господа. В Евангелии сказано, что пророк Иса говорил, обращаясь к исцеленным им людьми, «Вера твоя спасла тебя». Однако даже увещевание пророка Исы, его высший нравственный облик, мораль, вера и многие чудеса, явленные им по воле Господа, не смогли изменить многих людей. Они продолжали упорствовать в безверии. Они не хотели отходить от языческих верований, которые обеспечивали им выгоду и личный интерес. Более того, они стали возводить на избраннейшего из пророка явную клевету, создали коварный заговор с целью убиения посланника Аллаха. И вот сказал Иса, сын Мариам, «О, сыны Израиля, истинно я посланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что не спослано вам до меня в Торе, и благовествующий о посланнике, который придет после меня, и имя ему Ахмад. Но когда он пришел к ним с ясными знамениями, они сказали, «Это явное колдовство». Все попытки закончились провалом. Козни безбожников оказались бессильными против божественного посланника. Как гласит Коран, «Аллах никогда не устроит дороги неверным против уверовавших». Однако они ни на миг не отступали от своей цели. И все годы, когда пророк Иса нес людям призыв к истинной вере, они были самыми ярыми врагами его мессии. Заговор против пророка Иса. Несмотря на все препоны, чинимые как властями, так и священнослужителями, число последователей и тех, кто приходил послушать проповеди пророка Исы, все увеличивалось, что вызывало серьезное беспокойство религиозных служителей иудеи. В это время в народе стала стремительно распространяться весть о том, что пророк Иса и есть тот благословенный мессия, которого они ждут. Многие иудеи и религиозные служители по тем или иным причинам заняли по отношению к нему открыто враждебную позицию. Главной причиной этого стал призыв Исы к исповеданию ими истинной религии. Как только Иса начал проповеди, иудеи и священнослужители обвинили его в искажениях и попытках искоренения подлинной веры, тогда как на самом деле Иса выступал лишь против ложных положений, измышленных духовенством иудеев и выдаваемых людям за суть божественного вероучения. Псевдо-служители веры, книжники и фарисеи стали вынашивать планы с заговора с целью убийства Божьего посланника. Однако иудейские священнослужители не имели права выносить кому-либо смертный приговор. Тогда они задумались провоцировать казнь пророка римлянами. Целью заговорщиков было убийство пророка Исы, «Однако Аллах разрушил все их планы и вознес пророка к себе». Пророк Иса не умер и не был убиен. Неверным было показано распятие человека, весьма похожего на пророка, но другого. Вот что сообщается об этом в Коране. «И за их слова, воистину мы убили Мессию Ису, сына Марьям, посланника Аллаха, мы воздали им такое наказание. Тогда, как они не убили его и не распяли, им было показано его подобие. Воистину, те, которые расходятся во мнениях об этом, находятся в явном сомнении. Нет у них об этом никакого знания, кроме как следования за предположением. Они, конечно же, не убили его. Нет. Аллах вознес его к себе. Аллах велик, мудр. Вознесение пророка Исы к Аллаху В христианской традиции принято считать, что схватившие пророка Ису в результате коварного заговора римляне, иудейское духовенство, казнили его через распятие на кресте. Весь христианский мир именно таким образом признает это событие. Однако, в то же самое время они веруют, что после смерти пророк Иса, воскреснув, вознесся на небо. Тогда как в исламе это положение несколько отличается. В Коране нет ни единого слова, указывающего на смерть пророка Исы во время казни. Во всех аятах, описывающих смерть пророков, использованы два слова – «каталя» или же «меут». Тогда как только в отношении пророка Исы употреблено слово «тавафа» – вознести, забрать душу. «Вот сказал Аллах, о Иса, я упокою тебя, и вознесу тебя к себе, и очищу тебя от тех, которые не уверовали, а тех, которые следовали за тобой, возвышу над теми, которые не уверовали до дня воскресения». Слово, употребленное в этих аятах и переводимое в турецких смыслах как «убиение», происходит от слова «тавафа», означающего, однако, не «убиение», а «забирание», «вознесение души». К примеру, в другом аяте, где употреблено слово «тавафа», упоминается не о смерти, а о состоянии сна человека. «Он тот, кто упокоивает вас ночью и знает, что вы совершаете днем. Потом он оживляет вас, чтобы завершить назначенный срок. Потом к нему вы будете возвращены, и возвестит он вам о том, что вы творили на земле». Обратите внимание, в этом аяте и в 55-м аяте суры Али-Имрам слово, переведенное как «упокоить», одно и то же – «тавафа». То есть в аяте ясно сообщается, что пророк Иса не умер и не был распят, но был вознесен ко Всевышнему Господу. «И сказал Аллах Исе, «О, Иса, я упокою тебя. Он тот, кто упокоивает вас ночью». Пророк Иса вернется на землю во второй раз. Одним из самых важных знаний о пророке Исе, переданных нам в Коране и хадисах пророка Мухаммада, является весть о том, что пророк Иса не умер в прямом понимании этого слова и до начала конца света непременно вновь вернется на землю. Таков обет Аллаха. Доказательство первое. «О, Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе и очищу тебя от тех, которые не уверовали, а тех, которые следовали за тобой, я возвышу над теми, кто не уверовал до дня воскресенья». «Потом только ко мне будет ваше возвращение, и я рассужу между вами относительно того, о чем же вы между собой разногласили». Особое внимание в данном аяте привлекает к себе выражение «тех, которые следовали за тобой, возвышу над теми, кто не уверовал до дня воскресенья». В Коране упоминается о существовании группы людей, действительно преданных пророку Исе, которые будут возвышены над неверными до дня Господнего Суда. Но кто же они, эти преданные люди? Может быть, апостолы, жившие во времена пророка Исы, или же современные христиане? Известно, что при жизни пророка у него было очень мало последователей, и после отдаления пророка от этого мира, принесенная им истинная вера стала подвергаться искажениям. Апостолы, сопровождавшие пророка при жизни, были вынуждены скрываться и жить под гнетом и постоянными угрозами римлян. На протяжении последующих двух столетий уверовавшие в пророка Ису также оказались под тяжелейшим давлением и преследованием римских правителей, ибо не обладали никакой политической силой. Следовательно, мы не можем сказать, что христиане, жившие во времена пророка Исы и в последующие века в условиях жесточайшего преследования, одержали верх над неверными, ибо их положение не соответствовало описанному в аяте. Если мы внимательно рассмотрим современное положение в христианском мире, то совершенно очевидно, что христианство превратилось в иную религию, принявшую верование, согласно которому пророк Иса является сыном Всевышнего Господа. Современные христиане исповедуют веру в Святую Троицу, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святого. Таким образом, современное христианство отличается от той веры, что проповедовал пророк Иса. Следовательно, выражение «тех, которые следовали за тобой, возвышу над теми, кто не уверовал, до дня воскресения» имеет ясное знамение для нас. Должно существовать общество, следующее вероучению, неспосланному через пророка Ису. Но кто является этим обществом, вне сомнения, станет явным после возвращения пророка Исы на землю. Второе доказательство. Нет никого, кто бы не уверовал в Ису до его смерти. Воистину, среди людей Писания нет никого, кто бы не уверовал в Ису до его смерти. Тогда, в судный день, он, Иса, выступит свидетелем над ними. В этом аяте особо привлекательное выражение «нет никого, кто бы не уверовал в Ису до его смерти». Согласно единодушному мнению многих величайших алимов ислама, использованное в аяте местоимение «он» указывает, собственно, на пророка Ису, ибо во всех предыдущих аятах местоимение «он» относилось именно к упоминанию пророка Исы. Выражение «до его смерти» также весьма примечательно для нас, ибо здесь особый акцент делается на смерть пророка, тогда как, согласно Корану, пророк Иса не умер, но был вознесен к Аллаху. То есть, для того, чтобы можно было говорить о его подлинной смерти, он должен вновь вернуться на землю и прожить какое-то время. Иными словами, эти аяты ясно указывают на то, что пророк Иса непременно вернется на землю. Однако истина известна лишь Аллаху. Кроме того, в аяте сообщается, что в пророка Ису уверуют и объединятся под его руководством все искренне верующие всех божественных вероисповеданий – и христиане, и мусульмане, тогда как на сегодняшний день этого еще не произошло. В будущем, когда пророк Иса вновь будет послан на землю, все люди Писания, то есть люди всех божественных конфессий, увидят и узнают его, сплотятся вокруг него и последуют за ним, став истинными муминами. И пророк Иса будет свидетельствовать за них после смерти в день Господнего суда. Однако истина известна лишь Аллаху. Третье доказательство. Истинно Он, Иса, знамение судного часа. Истинно Он, Иса, знамение судного часа. Нисколько не сомневайтесь в этом и следуйте за мной. Это и есть правильный путь. В этом аяте совершенно очевидно, что упомянутое слово «Он» указывает на пророка Ису. Ибо во всех предыдущих и последующих аятах также употреблено то же местоимение «Он». Он всего лишь раб наш, которому мы даровали милость и которого сделали примером для сынов Исраиля. Все оттолкователи Корана, крупнейшие алимы Ислама, переводят местоимение «Он» в этом аяте как «пророк Иса». Они едины во мнении, что речь идет именно о пророке Исе. Следовательно, возвращение пророка Исы на землю будет означать приближение конца света и начало последнего времени. Пророк Иса жил за шесть веков до неспослания Корана. Так что его первая жизнь на земле не может расцениваться как знамение приближения конца света, ибо Коран еще не был неспослан во время его жизни. Смысл, который содержит этот аят, очевиден. Пророк Иса вновь вернется на землю в последнее время перед началом конца света, и его появление, собственно, и будет указанием на приблизившийся конец света. Величайшие алимы Ислама, такие как Абу Хурея, Ибни Аббас, Катата, Малегвет Динар, Дахак, Абу Разин, Абду Абду Рахман, Хумеет и Ибни Муясин, едины во мнении, что аяты Корана указывают на второе возвращение пророка Исы на землю как на знамение приблизившегося конца света. Так в комментарии Корана крупнейшего толкователя и алима Ислама Табари этот аят разъясняется следующим образом. Возвращение пророка Исы – одно из знамений приближения конца света. Его возвращение на землю будет означать близость конца этого мира и приближение будущего вечного мира. Однако истина известна лишь Аллаху. Четвертое доказательство. Я научил тебе книги, мудрости, Торе и Евангелию. Вспомни, как Аллах сказал «О Иса, сын Марьям, вспомни благодеяние, которое я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал тебя Святым Духом, так что ты говорил с людьми, еще будучи в колыбели и уже в зрелости. Я научил тебе книги, мудрости, Торе и Евангелию». Аят гласит, что Аллах научил пророка Ису Торе, Евангелию и еще одной книге. На это слово, безусловно, следует обратить особое внимание. Очень важно понять, о какой книге идет речь. При рассмотрении других аятов Корана мы видим, что слово «книга» указывает на Коран. В данной ситуации мы можем предположить, что третьей книгой, которой Аллах научит пророка Ису, будет Коран, а это будет возможно лишь после его возвращения на Землю в последнее время. Поскольку пророк Иса жил на 600 лет раньше неспослания Корана и, конечно же, не мог знать этой книги еще до того, как она была неспослана, следовательно, единственным логичным предположением является то, что пророк Иса будет научен Корану уже после своего возвращения на Землю. Из хадисов нашего пророка Мухаммада также очевидно, что после возвращения на Землю пророк Иса будет руководствоваться не Евангелием, а предписаниями Корана. Он будет править 40 лет по книге Аллаха и моей Сунни, а затем умрет. Иными словами, пророк Иса должен вновь вернуться на Землю, и он узнает Коран уже во время своего второго пребывания на Земле. Однако истина известна лишь Аллаху. Пятое доказательство. Иса перед Аллахом равен Адаму. Воистину Иса перед Аллахом равен Адаму. Он сотворил его из праха, потом сказал ему «Будь», и тот возник. Этот аят также может указывать на возвращение пророка Исы. Толкователи Корана, как правило, подчеркивали, что данный аят указывает на то, что оба пророка были рождены без отцов. Пророк Адам был сотворен из глины, по повелению Аллаха. Пророк Иса также появился на свет без отца, по повелению Аллаха. Однако, возможно, аят имеет и второй смысл. Подобно неспосланию пророка Адама из рая на Землю, пророк Иса, вероятно, тоже будет неспослан Аллахом с небес на Землю в период наступления последнего времени. Но истина известна лишь Аллаху. Шестое доказательство. И в день, когда я родился, и в день моей смерти, и в день, когда я буду воскрешен. И будет на мне мир, и в день, когда я родился, и в день моей смерти, и в день, когда я буду воскрешен. В этом аяте сообщается о дне смерти пророка и сына Однако смерть пророка может наступить только после его второго пришествия на землю И определенного срока жизни на ней Но истина известна лишь Аллаху Седьмое доказательство Ты говорил с людьми, еще будучи в колыбели и уже в зрелости Вспомни, как Аллах сказал О Иса, сын Марьям, вспомни благодеяние, которое я оказал тебе и твоей матери Я поддержал тебя святым духом Так что ты говорил с людьми, еще будучи в колыбели и уже в зрелости Он будет разговаривать с людьми еще в колыбели и в зрелости Он будет из числа праведников Слово «кехлен» встречается в Коране лишь в этих двух аятах И использовано только по отношению к пророку Исе Данное слово, употребленное для выражения периода зрелости Исы В арабском языке означает Человека в возрасте от 30 до 50 лет И вступившего в зрелость, достигшей старости Алимы Ислама единогласно пишут, что пророк Иса, будучи молодым, в начале 30-летнего периода Был вознесен на небо, но после своего возвращения на землю Будет пребывать на ней еще 40 лет Следовательно, во время своей первой жизни на земле Пророк Иса не мог достичь периода своей зрелости А это, по всей видимости, указывает на его вторичное возвращение на землю И то, что ему предстоит прожить на земле вторую жизнь Имам Ак-Табари в своем толковании Корана Разъясняет выражения, упоминающиеся в этих аятах таким образом Эти выражения указывают на вторичное неспослание пророка Исы уже в зрелом возрасте Для того, чтобы он смог опять говорить с людьми И, достигнув старости, завершил свой жизненный срок Ибо он был вознесен на небо еще в молодом возрасте Пророк Иса будет узнан потому, что у него не будет ни родных, ни близких, когда-либо знавших его В 45-м аяте суры Али-Имран Аллах сообщает нам, что пророк Иса будет избран, почитаем и приближен к Аллаху И в этом мире, и в мире вечном Как проявление знамения Аллаха Люди, окружающие пророка, узнают его по целому ряду отличительных черт, присущих лишь посланникам Господа Он будет преисполнен благородством Каждый, кто увидит его, будет испытывать к нему чувство глубокого почтения и уважения Люди будут узнавать его с первого взгляда И у них не будет никаких сомнений в его избранности Но самым важным признаком будет то, что на земле не будет ни одного человека Который мог бы сказать, что он знал этого человека ранее В детские годы или в юности Или видел его где-либо Ибо у пророка Исы не будет ни родных, ни близких Ни того, кто мог бы видеть его до момента появления на земле уже в зрелом возрасте Ни один человек на земле не сможет сказать Я видел и знал этого человека ранее Я знаю его семью и родных Ибо все, кто знал пророка Вся его семья жила на земле и умерла почти две тысячи лет тому назад Вне сомнения, это самое важное обстоятельство Которое развеет утверждение многих лжемессий, появляющихся в последнее время Ибо все эти люди родились и выросли на земле Имеют родных и близких, с которыми они росли Так что все их утверждения о пророческих миссиях весьма обсуждены Во время второго пришествия пророка Исы на землю Никто из людей не будет испытывать и малейших сомнений в его пророческой миссии Никто не сможет найти причины, чтобы сказать Этот человек не может быть пророком Ибо пророк Иса появится на земле внезапно И в том виде, в каком он был вознесен к Аллаху две тысячи лет тому назад И будет наделен такими исключительными нравственными и физическими совершенствами Что ни один человек из живущих на земле не сможет обладать хотя бы частью из них Готовиться встретить пророка Иса Ясные знамения Корана и хадисов пророка Мухаммада Описывающий нам период, предшествующий появлением миссии пророка Исы А также анализ событий, которые происходят сейчас в мире Указывают нам на великую и благословенную весть Вне сомнения, очень близко время, когда пророк Иса Иса вновь вернется на землю в последнее время И люди сплотятся вокруг него в единой истинной вере, неспосланной Всевышним Аллахом